Здравствуйте, дамы и господа, вас приветствует Алексей. Сейчас иду в сторону автосервиса, где у меня ремонтировался Dodge Caravan, где мне перетряхнули фактически всю ходовую тормозную систему. И сейчас посмотрим, что из этого вышло. Мои постоянные подписчики и зрители знают, что у меня проблема была с тормозной системой, а именно у меня клинило суппорта на передних колесах. И сейчас эту проблему решили кардинально. Сейчас мы находимся на яме, я машинку загнал. Расскажу предысторию, почему я занялся машиной плотно. В Псковской я столкнулся с тем, что у меня, во-первых, колодки износились до металла, во-вторых, начало клинить у меня суппорта спереди. Вот в таком, интересно, все состоянии, в коррозии. Цилиндр. Вот эти, скорее всего, закисли направляющие. Вот здесь стоят направляющие, по которым суппорт ездит. И, скорее всего, там нет смазки. И направляющие в суппорте подклинивают, поэтому колодки не разжимаются назад. Сейчас все это дело попробуем отвернуть, зачистим, смажем и установим назад. Посмотрим, решилась ли проблема. А если нет, значит это суппорта или тормозные шланги. На форумах очень часто пишут, что суппорта поменяли, прокачали тормозную систему, поменяли жидкость, а ничего не изменилось. Но, говорит, была закралась идея, что надо поменять еще вот эти шланги. Когда, говорит, я поменял эти шланги на обоих сторонах суппортов, левая и правая, сразу суппорта начали работать, как им положено. Диагностировал неисправность, оказывается, приехали колодки и закисли суппорта. Задние барабаны практически не работали, даже и ручник не работал. Поездив по сельским дорогам, по Псковской, у меня застучал правый рычаг. Но это ерунда, потому что он стучит только на проселочной дороге. По асфальту вообще его не слышно. И машина, после того, как я начал возить, 500 литров воды себе от соседа. Так что, друзья, видите, сзади емкость стоит под воду. Сейчас едем к соседу за водичкой. Субтитры подогнал «Симон»! У меня лист рессора просел. И пришлось прийти к такой идее, что надо ставить пневоподвеску назад. Порылся в интернете, на ютубе. Ролики есть, но оснято очень бездарно. Без каких-то ссылок, где чего брали. Как делали чисто фотография и все. И под музыку это дело показывают. Я вам постараюсь показать, как у меня сделано. Небольшой обзор. Я не автоблогер, поэтому как получится. Так вот, поменяли все саленблоки на рессорах. Поискав на просторах интернета пневоподвеску, наткнулся на завод по производству самих пневобаллонов. Он у нас есть в Петербурге. По телефону мне сказали, что надо подъехать на сам завод и посмотреть, что здесь влезет в мою подвеску. Я говорю, ребята, у меня в автосервисе машина подъемники стоит. И как я к вам приеду? Машина разобрана. Ну, не знаю, приезжайте. В итоге нашел другой сайт, где по маркам автомобилей расписано, на какую машину какая пневоподвеска подходит. В итоге я приобрел баллоны для дочь караван, но в четвертом кузове, а у меня третий кузов. И установил. Как видите, идет проставка. Здесь крепление заводской не подходило, потому что на четвертый кузов, а на третий не было. Идет общая пневмагистраль. Соединяется в одну линию. И подкачивается, и скравливается из кузова автомобиля. Я столкнулся с такой проблемой, что в автосервисе начали перебирать тормозную систему. И полностью магистрали у меня вышли из строя. Пришлось ребятам сильно постараться сделать новую магистрали из медной трубки. Провести до главного тормозного цилиндра. И сделали классно. Детство, конечно, можно было медную трубку заключить в гофру. Как на пневму стоит. Вот такая тонкая гофра. Что это дает? Это от коррозии защищает. Но может быть я не прав. Может быть так наоборот лучше. Что трубки будут проветриваться. И не будет скапливаться влага. И не будет окисляться. Может быть это и верный вариант. Как видите, новые шланги стоят. Трубки. Сайлентблоки стоят тоже везде новые на рессорах. Спереди также стоят новые суппорта. Так, вот стабилизация. Рычаги стабилизации. Новенькие. Это один у меня стучал. Я его даже рукой щупал. И он стучал у меня. Здесь тоже. Все как надо. Новые шланги. И спереди у меня стоят проставки 3 сантиметра. Что это дает? Морда автомобиля вывесилась довольно таки высоко. И раньше я заезжая на эту яму, я цеплял подрамником постоянно об этот уголок. Видите уголок синего цвета. С какого? Спокойно прохожу. Есть, конечно, на перед тоже пневоподвеска. Как на Range Rover. У них по кругу вся стоит подвеска пневма. Цена вопроса подвески порядка, по-моему, 20 тысяч рублей. Также и подвеска, которую я приобрел назад, пневобаллоны, вышли в такую же стоимость 20 тысяч рублей. Ссылку на завод-производитель я вам скину под видео. Также поменяли вентилятор, который у меня в прошлое лето по приезду в Санкт-Петербург на полдороги. Вентилятор загорелся, втенил, пошел дымок из-под капота, вовремя остановился, скинул клеммник с вентилятора и поехал на одном вентиляторе, который молотил всю дорогу. А в тот день жара была недетская 35 в тени. Столкнулся под конец дороги уже в самом Петербурге. У меня заклинило суппорта, наошел дым, пришлось остановиться на ближайшей стоянке и остывать целый час. Также мне заменили трос ручника, который был замят. Вот он проходит здесь, вот этот трос. Заменили. Заменили стойки стабилизатора, соленблоки, наконечники на передней подвеске. Шланги тормозные заменены. Полностью вся машина перетряхнута. Машина у меня в свое время промазана не мавилем, а битумо-резиновой мастикой. Лонжероны, потому что живого места не было, они сгнили и не было возможности поставить пневмоподвеску. Вот в этом месте переварены полностью лонжероны, усилены. Еще осталось заменить пороги. Как видите, машина полурамная, то есть интегрированная рама стоит, усиленная. Что дает дополнительную жесткость. Как видите, еще заводская окраска в лонжеронах. Так что не настолько машина сгнила, как если смотреть по порогам. Самое слабое место у любой машины это пороги. Попадает влага, грязь и пороги начинают гнить. Следующая машина, у меня универсал был V5 кузов. Там проблема с ржавчиной не стояла, потому что кузов был оцинкованный. Здесь машина предназначена для американского рынка. Там, как знаете, постоянно тепло и сухо. Влажность такой сильная нет. Единственное, может быть на побережье Тихого океана, в Калифорнии. Вообще машина по документам с Канады. Хотя лейблы везде я нахожу Made in Brazil. Другие запчасти еще есть в наличии в оригинале. Вот такой небольшой обзорчик машинки. Глушитель. Кстати, глушитель сечет. Цена вопроса глушителя стоит комплект 14 тысяч рублей. Это резонатор с лямбозондом. И сама банка глушителя. Можно съездить на выхлоп СПБ. Там цена вопроса будет в те же деньги, но можно сделать выхлоп поинтереснее. Мне не нравится то, что выхлопная система довольно-таки низковато идет. По сельской местности, по бездорожью, где я иногда езжу, езжу, чувствую, что цепляется глушитель. И вот это ощущение, что есть незащищенные места, подводит к тому, что я в ближайшее время займусь еще выхлопной системой. Конечно, бак висит тоже низко. Здесь никакой защиты нет абсолютно. У меня на фольксвагене защита стояла везде полностью под баком. Даже глушитель был в защите. Ну, как повторюсь, эта машина была сделана для американского рынка. И там вот так работает с него подвеска. Вообще кайфово. Там качается до 15 атмосфер, можно очень много нагрузить. Я понял. Еще выше. Также потихонечку медленно спускается. Ножным насосом можно спокойно подкачать. Я думаю, что даже очень удобно компрессором. Я понял, обычно, да. Можно даже прямо сделать, чтобы управлялся. Я потом, может, продумаю, да, с кнопки сделаю. Вот так вот у нас. Вот еще раз. Вот здесь все, что хочешь. В деревне сапы, понимаешь, можно нагрузить. Я доски вожу, вот сиденье это выкидываю. Здравствуйте, друзья. Вас приветствует Алексей. Усадьба Мятная Поляна, Псковская область. У меня сегодня ролик будет о ПХД. Что это такое? Производственно-хозяйственный день. Навожу везде уборку и порядок. Как это происходит, сейчас увидите. Как видите, у меня остались остатки досок от опалубки. Вот, пожалуйста, снята опалубка. Ленточный фундамент стоит на месте. Бытовка, контейнер. Все отлично. У меня нету прицепа. У меня нету на машине фаркопа. И как думаете, что я сделал? Пожалуйста. Я загрузил, как в пикап, остатки доски. И сейчас поеду выгружать у дома. Ленточный фундамент. друзья подписчики спасибо что смотрите мой канал всем удачи ставьте лайки но если хотите подписывайтесь кому понравилось с вами был алексей усадьба мятная поляна вот что осталось от старой тормозной системы задние барабаны выработка не очень выработка вот суппорта передние уже вытекли не прямо на ковер благо он резиновый вот вентилятор вот этот сгорел то что денег я вложил получается что мотоцикла я не куплю все деньги вбил в даджа те которые были запланированы на покупку мотоцикла апреля пегаса 650 кубов так что в этом году я на мотоцикле точно не буду есть спасибо александру и вадиму которые занимались моей машиной спасибо александру владельцу автосервиса тип топ это не реклама мне за нее не платили кому интересно дам ссылку мне понравилась их работа также будет ссылка на сайт производителя пневмоподвесок спасибо за то что посмотрели этот ролик ставьте лайк если было интересно и кто впервые видит мое видео подписывайтесь на мой канал с вами был алексей всем удачи до скорых встреч